Это кадры сюжета двухлетней давности. Уже тогда, в 2015-м, небезразличные симферопольцы били тревогу. Кладбище в микрорайоне Битак разрастается, хотя табличка, установленная тут более 10 лет назад, все так же красноречиво сигнализирует – хоронить нельзя. Есть много таких, которые привозят, неизвестно. Наступил 2017-й, а ситуация не то, что не изменилась к лучшему, существенно ухудшилась. Кладбище продолжает расти. К примеру, вот могилы совсем свежие, датированные прошлым годом. Погост ныне бесхозный, не состоит ни на городском балансе, ни в ведомстве ГУП «Горритуал». Руководитель последнего Иван Вахрушев подчеркивает, постоянно пытается достучаться до горожан, однако в большинстве случаев не помогает. Пробовали привлечь правоохранителей, однако те не видят в захоронении на давно закрытом кладбище состава преступления. Происходящее, ну неизвестно, как оно тут происходит, кто тут что, об этом никто не знает. Копают могилы сами, тут же местные жители, они уже знают, кто умер, и сами идут туда, и тут закопают. Ругались, вызывали милицию, милиция говорит, что в этом состава преступления никого нет. Кладбище на Битаке раньше состояло на балансе Добровского поселкового совета. Ныне департамент городского хозяйства провел торги. Это, а также ему подобные кладбища впоследствии должны быть узаконены и пройти процедуру паспортизации. Только тогда и станет понятно, кто сможет контролировать процессы, происходящие на территории Погоста. Пока же, по инициативе неравнодушных, за территорией время от времени присматривает Александр Соснов. Обнаружив людей с лопатами, сразу призывает поберечь природу. Кто-то прислушивается, кто-то все равно делает по-своему. Только за прошлый год здесь появилось порядка десяти свежих могил. Если этот самый кого-то застал при копке могилы или что, я предупреждаю, что кладбище закрыто, что хоронить как бы этот самый нельзя. Ну, люди по-разному относятся к этому. Одни говорят, это наше кладбище, у нас здесь похоронено. Спокойных веков здесь наши предки все лежат. Мы здесь хоронили и хоронить будем. Ну, кто-то понимает, кто-то, допустим, идут на Абдал, там это самое производство хоронения. Кто-то настаивает на своем, остается, значит, здесь. О проблеме лопающегося кладбища на территории, прилегающей к Симферопольскому водохранилищу, знают и в администрации столицы. Всех горожан призывают хоронить в разрешенных местах. Поступали сигналы, да, сейчас у нас проводится проверка, я не хочу опережать итоги этой проверки. Да, мы знаем, мы проводим проверку, и не только, кстати, к сожалению, не только там, да, и на других наших кладбищах, которые являются закрытыми, горе там, скажем, коммерсанты проводят захоронения. Это не годится, я хочу сказать, это серьезное нарушение, по ним сейчас работаем. На сегодняшний день, помимо бесхозных, в Симферополе есть и однозначно закрытое староармянское кладбище на Бахчисарайской. Однако и там многие руководствуются личными пожеланиями, а не нормами этики. Ведь захоронения также продолжаются до сих пор. Как бороться с желающими провести родственников последний путь там, где не положено? Активисты не знают, обращались и в полицию, и в прокуратуру, и даже к российскому премьеру Дмитрию Медведеву. Однако самый эффективный выход решения ситуации по-прежнему один – призвать к порядочности самих горожан. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.